Здравствуйте! Вы смотрите оперативную съемку программу о тех, кто нарушает закон случайно или намеренно. О самых ярких эпизодах, которые попали в объектив камер на этой неделе, расскажу я, Алина Черненко. 19 ноября у школы номер 83 во Владивостоке пропала 7-летняя девочка. По словам неравнодушных жителей города, школьницу увезли на машине в неизвестном направлении. Позже женщину, которая забрала, школьницу задержали на железнодорожном вокзале. Как выяснилось, она родная мать девочки, а с отцом ребенка женщина в разводе. И не предупредив его, она втайне решила увезти дочь в Москву. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия. На трассе Хасан-Владивосток тигр вышел к дороге. В районе приморского села Филипповка автолюбители заметили и запечатлили на видео амурского тигра. Хищник подошел близко к трассе, однако на дорогу не выходил. Ограничился обзором местности, спрятавшись за деревьями. Постояв несколько минут в лесополосе, тигр развернулся и удалился вглубь заснеженной лесной чащи. О других новостях прямо сейчас в дайджесте. 16 ноября. Стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». В ней принимают участие органы правопорядка и здравоохранение. Любой человек может позвонить в госнаркоконтроль и рассказать о своих подозрениях, либо получить консультацию по профилактике наркозависимости. Первый этап акции уже прошел. Граждане не остаются безучастными. Вот по первому этапу мы подводили итоги. Было достаточное количество полученной информации, в том числе звонков. Порядка 40 преступлений мы выявили в результате сообщений граждан. Кроме того, более 300 было обращений, связанных с лечением и реабилитацией наркозависимых лиц. Второй этап продлится до 27 ноября. По телефону доверия, который вы видите внизу экрана, можно сообщить о наркопритонах, о точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях. А также отметить место, где торгуют смертью, на интерактивной карте. Для информатора это безопасно, анонимность гарантируется. 17 ноября Госдума разрешила лишать водительских прав за неуплату штрафов и алиментов. Новое правило затронет тех, у кого сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Права будут отбирать на время, заплатишь – получишь обратно. Но и этого наказания можно избежать. В целом у должника будет около трех месяцев, чтобы рассчитаться с долгами. Но в любом случае, лишать прав или нет, будет суд, который обязан уведомить каждого неплательщика. Пока еще есть время и вовсе покинуть список должников, так как новый законопроект должен вступить в силу с 15 января 2016 года. 17 ноября. День открытых дверей провели офицеры, авиаотряды и бойцы СОБР для учащихся школы номер 7 города Владивосток. Специалисты рассказали ребятам о видах беспилотных летательных аппаратов, их характеристиках и способах применения. После ребята переместились на базу специального отряда быстрого реагирования. А там, внимание, особенно мальчишек, было приковано к бронированным джипам и технике для патрулирования водной акватории и выполнения задач на глубинах. 18 ноября. В Приморье ФСБ изъяло у китайца останки застреленного амурского тигра. Экспертиза останков доказала, что животное скончалось от огнестрельного ранения. По факту браконьерского промысла краснокнижных животных заведено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых. 19 ноября. В полдень вой сирены нарушил городскую суету. Пронзающий звук раздался в разных районах Владивостока. Кто-то остановился и прислушался, а кто-то даже не обратил внимания. Это была проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Жителям Владивостока нужно было воспринимать ее спокойно, как техническую необходимость. Практически каждый день приходится видеть по телевидению и читать в печатных СМИ сообщения о различных преступлениях. Особую тревогу вызывают случаи, когда правонарушения и преступления совершают несовершеннолетние. Проблема преступности несовершеннолетних является актуальной для всего мирового сообщества, озадаченного поиском и выработкой гуманных и эффективных мер профилактического воздействия в борьбе с этим опасным явлением. И помещение подростков в какое-либо исправительное учреждение рассматривается как крайняя мера. Подробнее далее в сюжете. Несовершеннолетних, которые оступились, необходимо направить на путь исправления. Но сделать это можно только совместными усилиями, решили официальные органы и общественные. Это негласное правило. Обе стороны несколько месяцев назад подкрепили своими подписями. Самое такое трепетное отношение, наверное, это детство, да, а мы уже имеем, значит, несовершеннолетних, я не хочу сказать преступников, вообще боюсь это слово говорить в отношении ребятишек. Мы приступивших закон. И, допустим, мы свою, допустим, функцию мы выполняем. Ищем пути, методы, формы различные, значит, воспитательные, создаем условия содержания. Проведена колоссальная работа, направленная на создание условий для несовершеннолетних в этих учреждениях, потому что они также имеют право на охрану, здоровье, на жизнь, на образование. Пребывание в СИЗО и в местах заключения достаточно комфортное. Дети учатся, посещают кружки. Условия как благополучной семье, только это колония. И чтобы попасть сюда, ребенок должен серьезно нарушить закон. В основном сидят мальчики, реже сюда попадают девочки. Анастасия признается, оказалась здесь по глупости. Совершила грабеж со своими подружками, ну, большинство по глупости. Моя статья идет по-взрослому, как от 6 до 12 лет. И я сюда попала, и я поняла, что нельзя ни воровать, ни убивать, никого нельзя. Глупые поступки нельзя совершать, потому что за все глупые поступки отвечают здесь. В места лишения свободы подростки попадают, как ежики. Иголки торчат и с трудом идут на контакт. А вот здесь важно каждому найти подход, чтобы сгладить колючую оболочку и выпустить личность, не озлобленную на весь мир. Работа не одного дня. Эта работа может занять годы, пока он начнет доверять человеку. И тут все зависит от человека, который с ним работает. Он должен быть заинтересован в этой работе. Он должен быть заинтересован в том, чтобы сгладить эти самые иголки. И тогда ребенок откроется. Воспитатели стараются максимально насытить времяпрепровождения детей. Сейчас у них, как и у всех школьников, каникулы. И поэтому программа на лето развлекательная. Военно-прикладная эстафета, кино, спартакиада. А еще несовершеннолетних впервые вывезут на море. Большинство ребят эти простые радости жизни видят в первый раз. Но задача педагогов сделать так, чтобы обратно дети в эти стены уже не вернулись. На главную тему выпуска мы поговорим с начальником уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Приморскому краю Алексеем Сергеевичем Королевым. Здравствуйте. Здравствуйте. И вот мой первый вопрос такой. Можете рассказать на сегодняшний день, сколько несовершеннолетних детей состоит на учете? Значит, на сегодняшний день в уголовно-исполнительной инспекции по Приморскому краю состоит 454 несовершеннолетних осужденных. В прошлом году состояло 596 осужденных. То есть мы видим, что у нас происходит снижение данной категории осужденных. А вот что в основном толкает детей пойти на преступления? Ну, в основном это, конечно, социальная неустроенность подростка, значит, неполная семья, либо вообще ее отсутствие. То есть зачастую детей, конечно, на преступления именно вот толкают именно какие-то социальные факторы. То есть действительно нехватка денежных средств, какие-то вот возникшие потребности у ребенка, которые он не может, ну, реализовать иным способом. И дети, как говорится, выбирают такой вот преступный путь. А на чем чаще дети нарушают закон? Основные преступления, за которые подростки у нас отбывают уголовные наказания, это кражи, статья 158 Уголовного кодекса, и грабежи, статья 161. А вот основная задача при работе с осужденными несовершеннолетними? Конечно, следует сказать, что несовершеннолетние – это сложная категория осужденных, с которыми приходится при работе выбирать такие, можно так сказать, своеобразные методы работы. То есть применять какие-то новые методики с ними в работе. То есть если со взрослым человеком проще решить, грубо говоря, один на один какие-то вопросы и объяснить ему проблематику какую-то, то вот в работе с несовершеннолетними мы зачастую используем групповые занятия. Собираем несовершеннолетних и с ними проводим определенные уже мероприятия. Это мероприятия и профилактические, и социальные направленности. В общем, с ребенком нужно договориться, правильно? Войти в доверие. А вот тяжело это сделать? Конечно. Ребенок, когда приходит в инспекцию, зачастую в первый раз, ребенок приходит с родителями, либо с законными представителями. И первая реакция несовершеннолетнего – это, конечно, он пытается как-то отдалиться или как-то повести себя, закрыться, может быть, где-то. Потому что зачастую он не понимает, куда он попал, зачем он сюда пришел и так далее. Но в ходе работы своей мы непосредственно на это ориентированы, чтобы с данной категорией осужденных сблизиться, как говорится, войти в контакт и уже дальше начать работать. Ну, кроме групповых сборов, когда вы собираете детей, общаетесь с ними, еще какие-то мероприятия проводятся? Дети – это наше будущее. И в своей работе с осужденными несовершеннолетними мы проводим такие мероприятия, как соревнования по разным видам спорта. Зачастую это футбол, баскетбол, волейбол. Недавно, значит, буквально в этом году, в мае месяце, под эгидой общества «Динамо» у нас были проведены, как говорится, такие старты не в системе ГТО, но приближенные к этому. И у нас подростки, помимо физкультурных мероприятий, принимали участие в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Детей это, конечно, очень интересует и, я думаю, дисциплинирует в дальнейшем. А какой процент подучетных все-таки вскоре потом возвращается, опять нарушают законы, опять вам приходится проводить работу с ними, разговаривать, общаться? Конечно, наша основная задача в работе с данной категорией – это несовершение повторных преступлений. То есть, когда осужденные у нас стоят на учете, и мы, грубо говоря, недолжным образом выполняем свою работу, либо осужденный где-то, значит, начинает уклоняться от нашего контроля. Здесь возникает такая ситуация, что осужденный может нарушить закон повторно. Наша основная задача – профилактировать повторные преступления. И процент, как вы говорите, возврата осужденных к нам, я думаю, процентов 50 – это точно возвращается с повторным условным наказанием. То есть, у нас имеются на учете ребята, которые по два, по три имеют условных приговора, и мы исполняем эти приговоры отдельно, друг от друга, и контролируемых на учете. Но также, если несовершеннолетний совершает преступление тяжкое, либо особо тяжкое преступление, здесь уже суд его помещает в воспитательную колонию. То есть, здесь уже работает совсем другой принцип. А вот самый ранний возраст, с которого к вам поступали подучетные? С 14 лет. С 14 лет. С 14 лет, да. По ряду составов предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет. И осужденные с 14, в основном до 18 лет, у нас находятся на учете. В данной категории. Вот в начале интервью вы сказали, что с родителями приходят. Вот как раз-таки с родителями проводятся ли какие-то профилактические мероприятия? Да, конечно, основное в работе с осужденными – это с осужденными несовершеннолетними – это семья. Как и везде, и всегда это говорилось, семья – это ячейка общества. И как в семье налажен быт, как в семье налажены взаимоотношения с ребенком, так в дальнейшем и складывается его судьба. Значит, при первоначальной беседе с родителями, при постановке осужденных на учет, мы полностью разъясняем порядок отбывания наказания несовершеннолетних, разъясняем им, какие мы с ними будем проводить мероприятия, и психологические, и социальные мероприятия, и оказание юридической помощи тем же родителям. То есть зачастую родители приходят, даже родители несовершеннолетних, не имеющие документов, элементарно паспортов, и обращаясь к нам уже со своим ребенком, значит, находят в нашем лице взаимопонимание, и мы оказываем помощь и в восстановлении документов, и даже в трудоустройстве. То есть у нас были такие случаи, что мы и трудоустраивали родителей осужденных на предприятиях, которые с нами взаимодействуют. А приходилось сталкиваться с негативом со стороны родителей? Конечно, это присутствует. Зачастую это возникает при проверках по месту жительства. Если родители ведут антиобщественный образ жизни, и когда сотрудник приходит по месту жительства подростка и проводит проверку его по месту жительства, и, как говорится, начинает воспитывать родителей, и говорит, что, извините, господа родители, что дома должна быть чистота и порядок, что ребенок должен быть все-таки под присмотром, одет, обутно, кормлен. Но когда дома зачастую антисанитарные условия, ну и родители соответствующим образом реагируют, конечно, в наш адрес. Но, как говорится, до крайних таких мер не доходило, то есть нападений на сотрудников у нас, слава Богу, в этом году не зафиксировано. Но все-таки люди держат себя в руках. Ну да. А вот с какими структурами вам приходится взаимодействовать, чтобы все-таки направить ребенка на правильный путь? Значит, основная работа у нас проводится с комиссией по делам несовершеннолетних. Комиссия муниципального района, любого муниципального района в крае по делам несовершеннолетних, это наш, как говорится, основной помощник и основной организатор деятельности в данном направлении. После чего, значит, инспекция по делам несовершеннолетних УВД, органы наркоконтроля, значит, и всевозможные у нас общественные организации, которые также с нами взаимодействуют в данном направлении. Непосредственно хотел бы остановиться на молодежном ресурсном центре «Антресоль», с которым мы очень плодотворно работаем. Значит, музей автомотостарины в городе Владивостоке находящийся и ряд реабилитационных центров для несовершеннолетних, находящихся на территории Приморского края. То есть мы тоже с ними взаимодействуем в работе с данной категорией. Ну вот работа ваша действительно тяжелая, потому что дети, насколько я понимаю, они поступают вам как ежики, если так можно описать их. Вы слышали от них слова благодарности, все-таки которые свернули на правильный путь, как я говорила уже ранее. И вот действительно вы услышали слова благодарности от них. Конечно, есть и такие случаи. Но зачастую, как говорится, когда у подростка либо у взрослого заканчивается срок, и он уже устал, может быть, от нашего общества, и они стараются, конечно, как-то, может быть, без слов благодарности, побыстрее от нас отойти и начать, как говорится, свою жизнь. Но слова благодарности мы слышим и от родителей, от их родителей. И самая, как говорится, для нас благодарность, я так считаю, в нашей работе, если этот подросток повторно к нам не придет, если вот мы с ним отработали, пускай он даже нам и не скажет, что спасибо, что вот вы так со мной это, но не возвращение его к нам на учет, это для нас, я думаю, самое основное в нашей деятельности. Алексей Сергеевич, спасибо вам за беседу, мы желаем вам успехов в вашей работе. На этом наш выпуск завершен. В студии работала я, Алина Черненко. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова